Хоккейный клуб «Адмирал» продолжает серию выездных и последних в регулярном чемпионате матчей. В этот раз приморцы встречались с ярославским «Локомотивом». Счет был открыт хозяевами, уже на второй минуте мощный бросок не поддался Бобкову. После гола ярославцы не успокаивались и продолжали прессинговать моряков, у которых дела в нападении шли не лучшим образом. После перерыва хозяева увеличили отрыв. На это приморцы решили ответить чередой опасных контратак, но почти во всех случаях выручал голкипер «Локомотива». А на последней минуте второго периода железнодорожники забили и третью шайбу. Последний игровой отрезок также шел не по сценарию «Адмирала». Хозяева забили еще два гола. Сухие 5-0, казалось, станут последними цифрами на табло. Однако ближе к концу матча моряки все же смогли вколотить шайбу престижа. Отличился Алексеев. На доброй ноте неостановимые ярославцы заканчивать не хотели, и в итоге за 4 минуты до сирены в очередной раз увеличили отрыв. Ужасающая для приморских болельщиков победа «Локомотива» со счетом 6-1. Все смотрят турнирную таблицу. Очки нужны и нам, и «Локомотиву». Хотя мы решаем разные задачи. Они за лучший посев борются, мы за попадание в плей-офф. Нам не удался первый период. Осторожно начали, много вольности позволяли сопернику. До четвертого гола более-менее сражались. Но он нас надломил. После этого хозяев уже было не остановить. Следующий матч «Адмирал» проведет 16 февраля. Наша команда встретится с московским «Динамо». Первенство России по самбо среди юношей и девушек прошло в городе Пермь. Соревнования являлись отбором на первенство мира и Европы, поэтому на них съехалось более 400 самбистов со всей страны. Команду «Приморского края» представляли 12 девушек и 10 юношей. По итогам турнира в копилке сборной «Приморья» – три золотые, по одной серебряной и бронзовой медали. Первое место в весовой категории до 40 килограммов заняла владивостокская самбистка Анастасия Карманова. В финале воспитанница «Амазонок» встретилась с соперницей из Республики Татарстан и досрочно выиграла схватку. В весовой категории свыше 75 килограммов лидирующую позицию заняла Маргарита Кравцова из Уссурийска. В бронзу весе до 60 килограммов завоевала еще одна «Амазонка» Алина Лукинчук. Среди юношей отличились Евгений Еремин и Глеб Познахирко. В своих весовых категориях они взяли первое и второе места соответственно. Теперь Крамова, Крамцова и Еремин представят наш край на первенстве мира в Сербии в октябре. «Спартак Приморья» уступил на выезде баскетбольному клубу «Темп Сумсу ГМК». В первой четверти команды набрали на двоих 57 очков. Все потому, что и у тех, и у других залетали дальние броски. Уральских снайперов оказалось больше, поэтому разница в цифрах на табло пошла в пользу хозяев. Только к первому перерыву команды ушли при счете 34-23. Навязать свои правила «Приморцам», увы, так и не удалось. В дальнейшем «Спартак» играл только роль догоняющего. «Темп» продолжал забивать трехочковые, в то время как наша команда фалила или ошибалась в атаке. Последний отрезок все же завершился в пользу «Приморцев», однако на общем результате это не сказалось. 98-78 победа «Темп Сумсу ГМК». Первую четверть проиграли в пух и прах, и потом уже не могли вернуться в игру. «Темп» держал дистанцию, которую создал в начале, почувствовал уверенность и практически не мазал с трехочковой дуги. С таким серьезным соперником достаточно одной провальной четверти, чтобы проиграть весь матч. Следующий матч «Спартак Приморья» проведет уже на домашней площадке. 23 февраля к нам в гости приедет ижевский клуб «Купол Родники». Максим Яковлев, Новости спорта на 8-м.